Добрый день, уважаемые зрители! Мы рады вас приветствовать. И сегодня очередной выпуск нашей правовой программы «Сила права». И я хочу представить вам своих дорогих гостей. Первая гостья наша – это старший помощник прокурора республики Елена Дармаграева. Второй наш гость – Мурат Кипкеев, помощник прокурора города Черкеска. И наша третья гостья – старший помощник прокурора Прикупанского района Софья Кузнецова. Здравствуйте! Благодарю вас за то, что нашли время и пришли к нам в гости. И сегодня мы будем обсуждать такую важную для каждого человека тему, как тему жилья. Дом должен быть у всех. О том, какие нарушения в этом плане есть, как решает прокуратура эти проблемы, мы сегодня будем говорить. Елена, по традиции хочу передать вам слово, потому что вы, как правило, мы решили с вами так, что будете как специалист выступать в нашей программе со вступительным словом, со вступительной речью. Сегодня, конечно, я бы хотела, чтобы вы опять-таки выразили свое мнение, рассказали о каких-то фактах конкретных. И хотелось бы узнать, на чем бы вы хотели остановить свое внимание сегодня. Сегодня мы поговорим о защите жилищных прав граждан. И эта тема находится в центре постоянного внимания органов прокуратуры и является одним из приоритетных направлений нашей деятельности. Право граждан на жилище, а оно закреплено в статье 40 Конституции Российской Федерации, предполагает гарантированную законом возможность для каждого быть обеспеченным постоянным жильем, неприкосновенность жилища, право на улучшение жилищных условий. Хотелось бы отметить, что определенная часть обращений, поступающих к нам в прокуратуру, связана с необходимостью восстановления жилищных прав заявителей. И наиболее эффективным способом их защиты является предъявление прокурорами заявлений в судебной инстанции, что эффективно реализуется на практике. В судебном порядке прокурорами взыскивались социальные выплаты, предназначенные для улучшения жилищных условий молодых семей, принимались меры по защите прав граждан с ограниченными возможностями здоровья. Так, после обращения Адыгихабльского межрайонного прокурора в суд и вынесения судебного решения, гражданину, страдающему тяжелым хроническим заболеванием, во внеочередном порядке была предоставлена благоустроенная квартира. И таких примеров немало. Особенно нуждаются в защите жилищные права детей, оставшихся без попечения родителей в несовершеннолетнем возрасте. Дети-сироты, у которых нет в собственности жилья, должны быть обеспечены жилыми помещениями по договорам найма. Для этих целей из республиканского и федерального бюджетов выделяются денежные средства. В этом году, благодаря прокурорскому вмешательству, удалось добиться увеличения финансирования средств республиканского бюджета с 66 миллионов до 97 миллионов 300 тысяч рублей. Прокурорами проводится планомерная работа по защите прав граждан детей-сирот в судебном порядке, предъявляются соответствующие иски в суд. В этом году было приобретено 15 жилых помещений для детей-сирот, планируется приобретение еще 25. А в целом, общая сумма бюджетного финансирования для покупки жилья детям-сиротам составила в результате принятия мер прокурорского реагирования свыше 123 миллионов рублей. Мурат, я хочу обратиться к вам теперь и спросить у вас. Я знаю, что в прокуратуру города Черкеска обратилась местная жительница с тем, что были нарушены ее права жилищные. Вот как эта проблема решилась? Заявительница проживала в многоквартирном доме номер 73 по улице Крупская города Черкеска, предоставленного ей мэрией муниципального образования города Черкеска на основании договора социального найма. Указанный многоквартирный дом на основании постановления мэрии муниципального образования города Черкеска был признан сейсмо-неустойчивым и, соответственно, непригодным для проживания. В этой связи мэрии муниципального образования города Черкеска издано распоряжение о переселении собственников и нанимателей в указанное живое помещение в другое благоустроенное живое помещение. Вместе с тем в указанном распоряжении содержались положения, в соответствии с которыми возможность переселения ставилась в зависимость от предоставления собственниками и нанимателям помещения в указанном многоквартирном доме с правок об отсутствии задолженностей по коммунальным платежам. Указанные положения противоречат требованиям закона, в связи с чем прокуратурой города принесен протест на незаконный нормативный правил акт мэрии. Вместе с тем мэрия рассмотрела протест прокуратуры города, но его не удовлетворило, нарушения закона не были устранены. В связи с чем прокуратурой города в Черкесский городской суд подано административное исковое заявление к мэрии муниципального образования города Черкеска о признании бездействия мэрии незаконным и об обязании мэрии исключить соответствующее положение из указанного выше распоряжения. В настоящее время административное исковое заявление находится на рассмотрении суда. Вместе с тем стоит отметить, что указанное административное исковое заявление подано также в интересах нашей заявительницы, которая являлась инвалидом второй группы. Мурат, я думаю, что мы будем следить за развитием событий в этом конкретном случае. И хочу еще у вас спросить, какими нормами закона регулируется в заключении договора социального найма жилья? Указанные правоотношения регулируются нормами ЖК РФ, в частности, в соответствии со статьей 60 указанного кодекса по договору социального найма живого помещения. Одна сторона, собственник живого помещения государственного либо муниципального жилищного фонда, предоставляет другой стороне нанимателю живое помещение по договору социального найма для пользования и проживания в нем. В какой форме заключается договор социального найма жилья? Договор социального найма живого помещения заключается в письменной форме на основании решения государственного органа либо органам местного самоправления о предоставлении нанимателю соответствующего жилого помещения. Можно ли у вас узнать, какие обязанности возникают у наймодателя жилого помещения по такому договору? Наймодатель обязан предоставить свободный от прав иных лиц жилое помещение нанимателю, при этом обязан принимать участие в надлежащем содержании указанного жилого помещения, о капитальном ремонте указанного жилого помещения. В свою очередь, наймодатель вправе требовать от нанимателя своевременные оплаты коммунальных платежей. Если наймодатель не исполняет свои обязанности, что ему за это грозит? При неисполнении или ненадлежащем исполнении наймодателем возложенных на него законом обязанностей, наниматель вправе требовать возмещения своих затрат, либо убытков, причиненных наймодателем. А что обязан делать наниматель? В свою очередь, наниматель жилого помещения обязан использовать жилое помещение по целевому назначению, проводить текущий ремонт жилого помещения и своевременно оплачивать коммунальные платежи. В каких случаях может быть или расторгается договор социального найма? Договор социального найма жилого помещения может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. Скажите, пожалуйста, имеет ли право и при каких условиях наймодатель требовать расторжения договора социального найма жилья? Да, имеет такое право. Наймодатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор социального найма с нанимателем в случае невнесения платы за жилое помещение и коммунальные платежи в течение более шести месяцев, также в случае разрушения либо повреждения жилого помещения, в случае систематического нарушения прав и законных интересов иных жильцов, которые проживают по соседству с нанимателем жилого помещения. При этом стоит отметить, что в одностороннем порядке договор может быть расторган только по решению суда. Софья, я знаю, что в прокуратуру Прикуванского района обратилась молодая девушка-сирота с тем, что были нарушены ее жилищные права. Вот как эти права были восстановлены? В чем вы ей помогли? По обращению данной жительницы района нами была проведена проверка, в ходе которой было установлено, что молодая девушка имеет статус сироты, находится в списке лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, как ребенок-сирота, либо дети, оставшиеся без попечения родителей. В этой связи прокурором района было направлено исковое заявление в Черкесский городской суд по месту нахождения ответчика. Почему прокурор района избрал именно эту меру? Да потому что судебное решение является наиболее эффективной мерой для государственного понуждения органов власти к устранению выявленных нарушений закона. В настоящее время требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Ну что ж, дорогие гости, я благодарю вас за участие в нашей программе и, конечно, я желаю успехов вам в работе. И дай бог, чтобы у наших людей было поменьше жилищных проблем. Спасибо вам. Спасибо.